и всем привет доброго утра доброго дня и хорошего настроения у нас сегодня на экране самый сумасшедший турнир который только можно вспомнить придумать организовать и вообще устроить это турнир формате два на два с про геймерами с корейскими игроками с европейскими и конечно же русскими в правом верхнем углу за синюю команду и кстати функция начала внезапно работать это удивительно я вчера проверял она не работала играет великий когда-то непобедимый и очень опасный игрок великий mc вместе с liquid который не так давно вернулся из армии естественно мы желаем всем удачи спасибо большое всем за то что пришли вовремя на трансляцию и конечно же мы болеем за наших ребят это павел кузнецов он же браток вы все прекрасно вы знаете и гроза онлайн зергов русский игрок из команды 3d это by под ником форстеллинг очень опасный игрок в 2 на 2 собственно и у братка довольно большой опыт игры в этом режиме как собственно и у меня и уби мы с b кстати часто очень попадаемся на ладере когда играем с моими друзьями в этом формате это очень непохожий матча формат на 1 на 1 и стоит уделять ему отдельное внимание потому что здесь можно миксовать всевозможные связки юнитов которые в 1 на 1 не могут никак вообще работать то есть один игрок может массить одного юнита другой другого один может играть землей другой только воздухом и вы можете это комбинировать как угодно записи конечно же на ютубе будут вы сможете их посмотреть а пока наблюдаем за интересными матчами надеюсь вам все хорошо видно слышно если что то говорите сразу напомню что на стриме задержка чтобы никто стрима не палил что все было честно ну и конечно же стоит сказать большое спасибо прям самом начале нашим информационным и не только партнерам этого турнира это команде бойсер и клэш ну а призовый фонд этого турнира будет от 30000 рублей в зависимости от того насколько турнир сегодня кто-то поддержит поэтому точные суммы пока что нету у вас есть такая возможность есть на гудгейме раздел турнира и там есть мой ивент где можно его поддержать можете быть уверены что деньги игрокам достанутся без каких-либо проблем в любом случае их мне отправлять вручную но эмси делают быстрых ранних адептов две штуки собирается на раннем этапе напрягать сразу видимо двух человек хотя против зерга учитывая что здесь есть зерк есть зерк в связке у противников корейской можно сказать даже сборной отчасти вот эмси тей же представьте себе на секунду эмси тей же вы когда-нибудь видели эту адскую пару в одной команде вы хоть раз видели вообще один турнир в 2018 году по 2 на 2 я если честно нет но очень надеюсь что если этот турнир пойдет хорошо то к следующему мы еще лучше подготовимся ты же играет в довольно быструю локацию но открывается он довольно-таки сейфово через два барака очень интересный билд он выбрал но судя по всему это что-то похожее на такое относительно ранний то ли подвыход то ли дроп пока еще не ясно что-то и же задумал хотя вроде да вроде вроде кажется что это двойной дроп очень маленькая мини карта к сожалению на ней плохо видно различные мини сражения пока здесь гоняются риперы за адептами мне больше интересно развитие каждого из игроков и вот пожалуйста би уже показывает свой опыт игры в 2 на 2 он играет в очень быстрый нидус который может быть ужасно опасен для любого из игроков ну терна от этого можно всегда отбиться там как-то стимпаком рабами а вот протас довольно таки уязвим к подобным нидусом особенно если они ранние и четко спланированные игроки играют сейчас на европе на американском сервере поэтому у них у всех есть небольшой пинг обычно в европе пинку всех 50 на америке как правило там 100 150 ну и корейцам соответственно тоже то есть это немножко уравнивает шансы нет ни у кого преимущества и здесь супер мега быстрый дроп с ксмом рипером и гиллионами но в твт конечно это очень такая интересная затея хотя у терна может быть очень мало юнитов начале игры и первый дроп уже пошел фениксы еще пока не разведали нидус со стороны корейского прогеймера играющего за протасов а нидус на мэне уже активировано это начинает его пробивать нидус был поставлен довольно опасное место и скорее всего би не успеет из него толком ничем выйти потому что юниты могут его просто ваншотнуть как только он доделается прям сразу же да ни одного юнита не вылезло поэтому нидус провалился против старгейта информации про старгейт поступило слишком поздно и нидус пошел уже второй отменить его не получится браток пытался подсаппортить этому нидусу но это опять минус деньги нидус сейчас довольно дешевый вы помните да что вышел патч в котором нидусу можно нидусами можно теперь реально забрасывать своего соперника деньги на него всегда найдутся правда уби не самая лучшая экономика всего 27 рабов пока что только тейжа опережает всех остальных по количеству ксм и вот роучи все-таки вылезли на мэйнию терну немного не хватило боевого лимита тем временем диваки хилят ксм вместо морпехов это очень печально потому что у роучи очень большой дамаг и надо хоть как-то их пытаться отхиливать вышел квина ксмки запилили первый нидус сейчас той же несет небольшие потери но морпехи у него еще какие-то остались их правда есть немного даже с этими скинами на самом деле не очень хорошо видно но феникс отлично работает этом силу он вовремя поднимает таракана за тараканом и заметьте пускай даже террин понес потери из корейской команды но он еще остался на плаву у него есть запасной план запасной командный центр работ приходится приходится опять срывать не хватает явно хотя бы 1 2 мародеров чтобы они постоянно стреляли медиваки тоже надо делать нон-стоп но у той же сейчас большая проблема с инкамом в это время мс фениксами летает по карте пытается что-то там харасить но увидев космопорт внезапно передумал и либератор на мэйн прилетает от паши с другого конца карты кстати какая гигантская карта на ней очень тяжело управляться со всеми со всеми этими зданиями базами слишком много времени приходится тратить на передвижение между каждой из локаций mc может сейчас запустить адептов на вторую локацию придется каким-то образом би спасать рабов со второй нычки может быть переводить их на мэйн пока ничего не телепортнулись правильно делает би очень своевременно но не без потерь опять же тут еще и циклоны приехали помогать mc может попробовать рекольнуть если у него есть энергия есть энергия можно рекольнуть адептов и вот сейчас очень важный момент телепортнется ли он в экономику телепортируется mc и би срывает опять рабов вновь у паша тем временем хороший продакшен он играет механизацию это отличный выбор для 2 на 2 потому что он ультимативный он работает против любых связок чем больше танков тем сильнее ваша команда в 2 на 2 режиме mc не потерял своих адептов дома у него вообще ничего нету только либератор который постоянно мешает ему спокойно жить опухоли двигаются по базе той же это довольно забавно морпехи вместе с адептами не могут противостоять тараканам с циклонами ну по крайней мере в таком небольшом количестве в такой пропорции и как-то очень мега агрессивно начался этот матч смотрите какой контакт а вот в один на один такого не бывает столько экшена можно делать нидусы можно использовать ранних собак большом количестве плюс циклонов плюс гиллионов плюс там например адептов можно харасить дарками одновременно отвлекая внимание нидусами то есть тут столько такой полет фантазии может быть и прикиньте какие мощные игроки сегодня будут показывать лучшие страты и лучшее исполнение посмотрим посмотрим паша переходит в адское пламя тем временем делается уже шпиль при очень плохой экономики для зерга который сидит на двух локациях по фэншую конечно нужно иметь стопроцентный инкам с двух баз чтобы выходить в муту и надо уже потихонечку думать о третьей но денег довольно много зерк за игру потерял пока что бейдателю теряет действительно больше всех ресурсов суммарно и игра подуспокоилась начальные харасы закончились теперь время развиться сделать ключевые апгрейды ну а там уже решить кто кого сильнее и почему эмси собирается миксовать я так понимаю имморталов с двух роботиксов против механизации хотя они не видели по факту меха они не видели факторок эмси не залетал фениксами ни разу к тирану что очень странно потому что фениксов надо использовать как можно чаще и аккуратнее одновременно все поздно раскачивает 2 свой экспан то время как у той же уже три локации добывают делается даблгрейды эта пехота чистая стандартная пехота от эй же он и в один на один играет на всех турнирах примерно в таком же стиле это 2 на 2 ребята 2 на 2 мой первый турнир с корейцами первый турнир 7 си первой стейже и первый турнир 2 на 2 такого уровня до этого проводил только фан турниры в 2 на 2 формате для зрителей подписчиков и просто случайных прохожих и занимает третью пока что паша его подстраховывает как я уже говорил здесь мега огромное расстояние между вот этой рампой и рампой паши поэтому ему приходится очень долгое время много много времени тратить сайте он пришел танками помочь би а противник резко изменил направление атаки тейжа стимпатчится видит что здесь никого нет и заходят вперед конечно же одними тараканами отбиться здесь будет непросто танки надо очень аккуратно сиджет заранее ни в коем случае не опаздывается он захватывает первую цель морпехов довольно много с тараканами они могут комфортно подраться но им си здесь очень мало фениксы конечно могут поднять танки но для этого нужно еще подлететь под караптеров и под циклона смотрите какую связку использует интересно интересную би он законтрил по сути караптеров морпехи долго убивают этих караптеров из-за того что у них очень много хп и брони удачного стрима спасибо большое great на броню делается очень тяжело следить за четырьмя игроками особенно такого уровня где все происходит очень быстро а пм у всех игроков высокий это не может не радовать здесь был какой-то видимо легких раз рабочие на секунду и все сорвались тут надо конечно за шестью нет за двенадцатью локациями смотреть одновременно пока только мси по базам сильно от всех отстает тэй же выходит уже на золото мси продолжает сидеть на двух но лимит конечно у него не сказать что прям мощные делаются вроде как имморталы бусты и все более-менее тратят но фениксы мало работы выполняют за игру они явно не доигрывают и караптеры by прилетают на моим сил которого нету антивоздуха дома и фениксы ему тоже не помогут фениксами надо возвращаться а толку когда у них нет дальности смысл это минус nexus mc первым теряет базу в этом матче целую базу притом находясь всего с одной локации он сейчас будет добывать паровозиком ждать пока у него достроится еще nexus караптеры вправе убить еще один nexus о-хо-хо минус аверсир на центре он ужасно медленный можно сделать попозже скорость на овервордов чем би занимается и он пытается свитчится в муду но против другого я очень надеюсь что все совпало так все норм ну вроде бы ладно игра закончилась на том что mc потерял nexus и пытается выйти в третью базу той же временем осаждает би у которого реально большие проблемы у него в лимите нет ничего полезного кроме караптеров но это тем не менее все равно опасный для той же лимит потому что может лишиться и медиваков и либераторов и викингов караптеры в этом плане слишком сильные по плане воздуха до тех пор пока не появится либо большое количество либераторов либо с очень-очень много мариносов но караптеры не отлетают далеко от танков и как видите браток защищает сейчас основную локацию нашего русского зерга в то время как ваша сам готовится выходить четвертую базу mc достроил третью восстановил вторую продолжает клепать имморталов против техники но фениксов он уже подрастерял очень многих той же уже окопался на золоте караптеры вновь вернулись чтобы убить убить нексос один феникс не заставит их остановиться ни в коем случае посадите дамаг вообще от феникса не идет по караптеру он практически не получает урона не для этого придумали этого юнита естественно фениксы против муты там сбивать медиваки они еще хоть как-то могут и мс реально страдает то есть решили делать ставку чтобы давить одного игрока это кстати очень грамотный ход в плане 2 на 2 режима братку нужно защищать мост танками все возможные направления чтобы не в лоб его не убили не чтобы противника его точнее тиммейты его не расшатали очень грамотно что бине дает учитывая что бе в игре практически нету у него ничего кроме караптеров сейчас нет только мута первая появляется но он держит без развития мс очень отличная позиция для той же плане раскладки танков их ужасно сложно будет из этой позиции выбить рапторы должны избивать медиваки чтобы не было лишней подсветки что морпехи не могли сюда вернуться а рабочих с этой базы паша отводят на миникарте происходит просто какой-то хаос караптеры вновь возвращаются до в один на один такой можно увидеть крайне редко и мортовые убивают танки ослабляется получается левый верхний угол для нашей команды и в это время кстати еще и либераторы летают харасить у той же сейчас сильно пострадает дома в экономике ему придется отвлекаться на это очень даже не кисло под гварден шелдами морпехи и их так будет сложно пробить и временем какие-то марики уже оказались на базы на базе братка это просто какое-то сумасшествие ты же заходит на мейн главное не лишиться всех происходящих зданий это очень важный момент собаки без скорости они даже не добегают до мариков минус лаер уби но nexus кстати не был убит то ли то ли мискликнул то ли вдвачнул я не понял что произошло со стороны би добавный force field танки продолжает стрелять очень мощные залпы вместе с мутой выбивается вся армия протаса у которого дома копятся штормы но они сейчас не является какой-то сильной опасностью по простой причине что шторм бесполезен против механизации до танков они физически дойти не смогут корраптеров и муту ну попасть штормом довольно таки сложно слишком мобильные быстрые юниты и уже остался практически без всего ты же сейчас может вообще вырубить без игры если убьет эту хату но деньги деньги есть на руках кстати в запасе даже у самого би если что паша ему одолжит немножко ресурсов главное дронами до последнего не драться и неужели хатутей же не зафокусил ты же ты же ты же 59 рабов немного он потерял на либераторах кстати очень немного караптеры вновь возвращаются и молодец и пока что еще держится очень большая ошибка со стороны тей же что он не дофокусил локацию брать из игры зерга в то время как протаса практически в матче нету мута здесь бьет рабочих под батарейкой караптеры не смогли убить нексус феникса вернулись сталкеры тоже там варпнулись этим пара еще подошли все что есть у паши это 12 танков но 1 ой какой какой классный скан вы видели браток просто просветил идеальный момент выхода поймал всех танков с морпехами противника сидж танки нужно делать было заранее паша немножко опаздывает и он пытается через shift видели прокликивал только что морпехов и лишился 10 танков за раз практически тос остался тем временем на плаву но зергу надо как-то восстанавливаться у него 1500 минералов я не знаю чем сейчас би занят пашу расчехляют в центре танки тоже должны сиджиться на рампе чтобы хотя бы один на возвышенности стоял чтобы его было трудно достать неужели тей же в лоб один двоих продавит да ладно такое быть не может этически конечно такое возможно но лимиты все меньше меньше и меньше 44 на 47 против 136 и 128 вот это тэй же вот это тэй же джи джи 1 0 в пользу кореи 1 0 в пользу кореи друзья вау какой насыщенный батл я просто в восторге если честно мне кажется вот таким должен быть starcraft а не медленным таким скучным начале игры в один на один я большой фанат этого режима так холли держи ну возможно конечно повлияла за собой техническая проблема с интернетом очень 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 повлияло наверное так следующая карта она сопределяется системой лузер пик то есть проигравший выбирает на какую карте команда будет отыгрываться ты же вообще всех напрягал единственное что он не делал это он не дропа у терана но ему и не нужно было это делать ему надо было как раз напрягать ближнего по респауну соперника потому что проще отступать проще забирать дотекание проще помогать самому себе дотеканием ну и вообще там карта просто создана для того чтобы верхний рез потаковал левый затопленный город ну-ка Footed City привет коин и привет всему чату De cool затопленный город у маленькая маленькая карта с нереально огромным воздушным пространством Самым большим воздушным пространством из всех карт, что вообще, наверное, существует Привет, Спектр Сейчас вообще разрывается Так, ссылка на сетку появилась в описании стрима на ютубе Так Так, раз и проверим Протастерн Ждем МС Дес 97.85 поддержал турнир на 500 рублей Отлично Дайте-ка я еще хоть добавлю, что ли Ну, публично, почему бы и не добавить Оп Больше призовых фондов, ребята Так, сейчас проверю все основные штуки Господи Би в прошлом матче убил команде противника, по-моему, 3 или 4 Нексуса или что-то в этом духе Один из них, конечно, он не добил по какой-то причине Корапторы куда-то в сторону улетели в какой-то момент Там вообще не было юнитов Карта нереально маленькая Спасибо огромное Да Удача понадобится Так Тейжа внизу вместе с МС Ну а Би и браток сверху Особенность этой карты в том, что здесь есть двое камней У которых 2000 хп, 3 брони И их очень долго разбивать на раннем этапе То есть выходить во вторую локацию Приходится через рампу, которая ведет одна в центр Вторая локация здесь Вторая локация тут Для каждого из игроков То есть базы очень далеко Представьте себе, если этот игрок Должен занимать локацию Свою Вот на таком расстоянии Как ему сложно ее защищать И здесь очень большой вопрос Где вообще ставить нычки Тем более, что зерк Максимум, что может сделать Это какой-то ранний пул И пытаться быстро разгрызть камни Чтобы поставить себе 3 базы По более-менее комфортному таймингу Но по большей части Ну обычно так не делают И зерги на такой карте как эта Открываются просто в ранний газ пул Или пул газ И начинают поджимать на раннем этапе Ну там протас с тираном Поэтому они легко застроятся Вместе Тем более терм может сделать быстрый танк Для хорошей, уверенной защиты МС, наверное, на такой карте как эта Тоже есть смысл открываться в подобных адептов Потому что сталкеры не очень перспективны против лингов И браток играет в супер два быстрых виспена Это явно будет что-то такое техническое, механическое Скорее всего Когда термин помогает зергу танками Это вообще отлично Он может больше халявить Меньше беспокоиться Ну вы сами знаете У зерков защита вначале только из юнитов По сути это только собаки Пока не появятся тараканы Но это уже там к пятой, шестой минуте Чуть попозже Можно, конечно, сделать и самых ранних врачей Но это очень сильно по экономике ударит Проще намасить лингов Тем более Би прекрасно играет масса с собаками Так, быстрый завод Тейжа прям сразу внизу ставит дерзкую локацию Там кто-то пингует на миникарте Я не знаю Не обращают на это даже внимания Даже не замечаю И сумеречный совет пошел от MC Быстрый совет, который позволит Как минимум Ну что сделать Либо это Даже не знаю Вообще MC в свое время играл очень хорошо Сталкерами с блинком Но не думаю, что есть смысл Да, 1-0 в пользу, спасибо Я напомню, что задержка на стриме большая Поэтому все ваши сообщения с большим длэем Идут До меня доходят Похоже на дарков Вроде Да Это дарки Это дарки, ребята Дарки, это круто Ну, дарков легко контрить Элементарная стенка Туретка на входе Аверсир Разведка, просветка, сканы Все это возможно Адепты уже начинают харассить активно MC прям Очень самоуверен Один против двоих Выходить за пределы своей территории Дома при этом у него Какой-то подстраховки Например, против баньшей Нету А тут рипер приехал Атей же, который дал Всю необходимую информацию Что быстрый баньша С инвизом нету И Не всех получилось Рабов убить Уже первые тараканы Вторая ночка Раскачана неплохо Адепты все еще живут MC как викрит адептами А вы посмотрите Постоянно двигается Не сидит на месте Давайте посмотрим Может быть от лица Кого-то из игроков Сейчас Би выходит в легкий поджим А тем временем Блинк действительно заказан Но это Блинк сталкером А не Дарком Кстати, прикольно было бы Если бы можно было В сумеречном совете Изучить Блинк До появления Дарковни Вот тогда бы стратегия С Дарком и с Блинком Была бы актуальна Мне кажется Пока Тейжи немного терпит Танков у него нет Он открылся опять В двойных мариков Как жестко поджимает Би Ну он-то знает У него очень много Кстати, вот этих Агрессивных билдов С быстрыми реведжерами Роучами Отыгрывается Кстати, наш сейчас Вполне Очень даже неплохо На этой карте У MC нет ничего Кроме адептов Варпятся первые Дарки И очень важный вопрос Есть ли просветки У Паши Одна в запасе есть Но главное Чтобы он не кинул Мола Я специально показываю Количество энергии В командном центре Просветка первая пошла До следующей еще Целых 30 секунд Это очень много Но Дарк уже сейчас Подойдет следующий И сколько успеют убить Перед убийством Этих Дарков Наши ребята Дарк уже делает Первые киллсы У него их довольно много 20 секунд осталось До просветки 20 Нужно вырубать стимпак Чтобы оставить Тейжу В каменном веке Чтобы он не мог Атаковать быстрыми Морпехами С стимпаком С медиваками Чтобы не начал делать дропы Лаборатория Вычинивается Дарк все-таки Отгоняет равагеров Реведжера Не дофокусили лабу Ну как же так Если ты бьешь здание То бей его до конца Лучше отдать одного Двух равагеров Но убить целый стимпак Чем сохранить двух равагеров И в итоге не убить стимпак Разведывательный оверворд Сейчас потеряется В это время у Паши До сих пор нет локации Но просветка уже накопилась Делается ворон Не знаю конечно Как он поможет Против Пехоты Со сталкерами С блинком С дарками Был еще один скан Судя по всему И Тейжа сейчас Единственный У которого Более-менее неплохо Все с экономикой Убить тоже кое-как Но Зергу нужно больше баз У него 7 рабов на минералах Как вы заметили И 6 на другой базе То есть суммарно Это 15 дронов Добывающих На двух разных локациях То есть это даже меньше Тысячи минералов в минуту Это одна база Экономика явно Сейчас не самая лучшая Но ставка была Именно на быстрый пуш Который как раз Паша выходит Ну ворон только Как детектор дарков Понятное дело Но МС тоже не дурак Он не будет массить дарков Я знаю что противника Дарков уже в курсе Тут уже все законтрено А МС все равно На шаг впереди У него сталкеры с блинком Как замена Тэй же сделал Свои собственные танки Для дефенса Потому что их сейчас Могли бы в лоб легко пробить И вот попытка забрать Медивак Отлично Минус танк Тэй же не мог его Сейчас зачинить И спасти с поля боя Сталкеры не конкурентоспособны Против ралагеров С пехотой И с танками вместе В паре нужно двигаться дальше Потому что надо постоянно Перераскладываться Дарк По-прежнему находится В армии Тоса Чего лишь один И не из снайдарка Если получится заснайпить Тут еще и аверсиры Кстати есть от зерга Поэтому ни одним рейвеном Может все Закончится Пехоты у Тэй же Практически нету В золото никто из игроков Так и не вышел Блинк сталкерами Под танки Минус первый Минус второй Начинается супер эпичный замес Все ксмки дерутся С войсками противника Окружая их И танки Столько дэмэджа С плашем сейчас нанесли Мама дорогая Какой хаос Какая паника Что творится Вообще на экране Господи Почему это не БСМ Все матчи Кто-то по кому-то стреляет Кто-то кого-то фокусит Куда-то блинкуется Рейвен вперед-назад Танк то сидж То ансидж Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Непрекращающаяся Бойня просто На экране Восьмая минута 37-38 34-43 Лимита Идет небольшая Контраатака Двигается крип У меня аж голова закружилась От такой жести Фух Теперь Тейжа поджимает Зеркальная Абсолютная ситуация Араваги разворачиваются Прямо на поле боя Сажается викинг Паша Подстраховывает свою пехоту Остатки точнее Своей пехоты Лимита ужасно мало Ну неужели Нечего заказаться Неужели нет денег Нет Нет ресурсов Нет возможности 5 мариносов 23 сталкера Господи 5 мариносов И 3 сталкера Неужели они сейчас Могут выиграть Гипотетически Да ГГ Блин Очень жалко Очень жалко Прощаться С коллективом Нашей Маленькой сборной Братка Ибии Но Увы Корейцы оказались Сильнее А ведь почти Додавили И те самые Быстрые дарки Которые Заранее Были выбраны Корейским Протосом Сыграли свою роль Если даже Перемотать Немножко назад Если бы я В этом интерфейсе А Я Нет Нет В этом интерфейсе Мне не получится Перемотать К сожалению Корейцы проходят Дальше В полуфинал Они будут играть В четвертом матче Сегодня Азиатский сервер Следующий Фолкастер С ЕС Так МС МС в группе Все уже Моментально Ливнули На другой сервер Видимо Они тоже Собираются Смотреть Прикольно Кстати Если так Выйдет Так Это был Первый Матч Который По крайней Мере Дал Хороший Старт Этому Турниру Зажег Как Минимум Ну А теперь Мы переходим На Корейский Сервер Где Будут Играть Линок Гумиха Против Трэпа Игьюра